Фамилия, имя, отчество? Дорчуков Андрей Викторович. Звание? Майор. Подразделение? Честная военная компания. Варнер? Я не знаю название, потому что никаких документов не... Говорят, что вторая какая-то есть. Командир непосредственно ваш? У нас нет командира. Кто ставил боевую задачу? Приходит через Министерство обороны, через военные. Ну вам, непосредственно вам. Кто ставил задачу? Невоенные берут координаты и время. У вас что, частный самолет? Почему? Ну мне выделяют какой-то самолет, вот этот ваш самолет на смену. А место базирования? Город Министерства. Оттуда полеты? Да. А где до этого проходили воинскую службу? На Дальнем Востоке все время. Воинская часть номер? Сейчас не знаю, раньше было 647. Владивосток, Черниговка, в общем, Дальний Восток только. И Орловка. Родом откуда? Родом город Северомоск. Семья есть? Есть. Кто? Жена, дети. Детей сколько? Троя. Лет сколько? Ну, уже знаю, город от 3 до 18. От 3 до 17. Проживаете? Водилосток. Что делали на территорию Украины? Выполнял поставленные задачи. Какая была поставленная задача? Задача была по оказанию помощи республикам Донбасса. Ну и, соответственно, нанесение ударов – это уже частная задача. Нанесение ударов по кем объектам? Ну, по опорным пунктам, скоплениям силы, скоплениям живого и силы противника. Населенные пункты какие? Да, выделили такую цель населенных пунктов. Ну, работали в районе деревни Николаевское и водохранилище Михайловское. Сколько вас были там? Ну, один-два в день. В целом? В целом? В целом. Ну, я с 14-го числа здесь. 14-го числа чего? 14-го числа приступил. В 5-6 нет, вот так. В день? Нет. Ну, один-два в день, не больше. Ну, три планировалось, но ни разу так и не получилось летать. Ну, может, пять шеевых задач. Экипаж? Экипаж – один человек. Процесс постановки из задачи. Вот. Объяснить изначально, кто дает, как, каким образом это судно условно. Ну, процесс постановки дают следующее. Есть направление, есть направление с от армии, он вызывает, говорит, так и так, есть задачи. От фамилиями, от отчества. Они меняются, это... Кого по жизни, кого помните журные, я никого не знаю из военных. Я подошел, из тетрадки переписал координат, дату вылета, ну, или время вылета, ну, не время нанесения удара, и там боевой пуза обычно еще дают. Все. Готовишься к этому времени, распределяет самолет там какой-то. Кто распределяет? Ну, приходишь, там написано всякие. Много вас, ну, вот, таких летчиков? Три человека. Именно с ЧВК? Да. На каком году уволились сами? Уволился в 15-м году. Ну, списано с 9-го года, по-моему. В 15-м уволились, с какой должности? Там командир из кабинета. Ребята вот эти, которые предложили, кто это? Ну, сослуживцы бывшие. Кто? Фамилия, имя, отчество тоже давать? Ну, за камешка наш, который был. Ну, вы понимали, что вы будете убивать у вас моральных ограничений Негал и мирное население? Ну, насчет мирного населения, как бы задач таких мне не ставилось. Мы работали исключительно на визуальной видимости, исключительно по опорным пунктам. А кто же рода помнят нашим? Ну, у нас всевозможных средств очень много, нанесение удара, если что. Действительно, скорее всего, не получал полной информации о том, что здесь действительно происходит. С военнослужащими в СССР поговорил, посмотрел всевозможные фотографии, которые они снимают во время боевых действий. Ну, и понимаю, что действительно гибнет очень много мирного населения, очень много детей, женщин. Поэтому считаю, что это неправильная война, ненужная. И... Ну, я раскаю, что я принял участие в ней. Если бы это была война между двумя армиями, ну, как бы тут была совсем другая обстановка. То, что гибнет очень много мирного населения, оно того не стоит.